И так дорогие друзья, всем привет, с вами как всегда Антон и сейчас у меня утро, прохладненько и я решаюсь сесть записать ролик за бойцов UFC 251 Антон, раз 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 два. Хочу напомнить вам, что ребята с 1x это не только быстрота и надежность, но и 6 косых по моему промокоду BALME. Переходи на мой твиттер и получай свой подарок. За кого я буду играть друзья? Точно сыграю за Масвидаля, точно сыграю за Усмана, хочу сыграть за Макса Холловая, может быть сыграю за какого-нибудь Альда, не знаю, посмотрим. Потому что, ну, вы сами понимаете, бои могут длиться очень долго, а я не хочу делать ролик длинным. Поэтому давайте искать своего первого соперника, желаю вам приятного просмотра. Итак, полусредний вес, полусредний вес, до кого мы сыграем в первом бою. Так. О, Масвидаль, он у нас находится в избранных бойцах. Ударка 90, грэплинг 88, выносливость 90, здоровье 92, стиль Бузила, ранг А. Перки перед вами, три перка на ударку. Так, ну три перка на ударку, я имею ввиду на ноги, это тоже на ударку, потому что ты блокируешь тейк, для того, чтобы ты не был переведен в партер. Так, колонка стойки, обратная стойка нулевая, но этот параметр нам нахрен не нужен, все остальное более-менее хорошо. Скорость ударов 95, вообще отлично. По грэплингу, игра снизу 91, неплохо, грэплинг пинч 88, отразительно, блок болевого приема 92, круто. Идем дальше, физформа неплохая, даже выше среднего. И по здоровью, вау, по здоровью он крут. Надо проснуться, надо проснуться, потому что, блин, ну такие моменты, да, когда ты просыпаешься и понимаешь, что потом у тебя в зале будет просто жарище. Жарище, а дверь я открыть не могу. Опа. Я когда-то уже дрался с этим парнем. Хочу сыграть 4 боя, ну хотя бы 3. Так, кулачок дали, проявили уважение. Хорошо. Играет он неплохо, играет он постоянно за вот этого парня. Хорошо, ничего не будем делать, потому что толку-толку наносить удар ногой. Блин, ну почти добили. За Масвидаль я иду в размены, пацаны. Потому что Масвидаль, это рубака. Хорош. Да и, блин, если колено-то нечаянно, ну, то есть фронт-кик ударил, я-то это понимаю. Есть спам коленей. На колени перед Масвидалем. Нокаут в первом раунде. Итак, из нашего противника мы спокойно смогли сделать за Масвидаля просто вот сыр с дырками. Как он там называется? Маздам. Теперь это не Рафаэль Досанес, а Рафаэль Маздам. Просто реально сделали из него какое-то решето. Но он лез бороться. На самом деле, как-то он по-глупому лез бороться. У меня очень хорошая скорость ударов. И он как-то разменивался, не делал уклоны назад. Например, все топовые игроки понимают, что если затяжные комбинации, ты делаешь или оттяжки, или уклоны. Он этого не делал. То есть, если даже и делал, то делал безобразно. Хороший островок у него под мышками. Это островок, где будут биться бойцы UFC 251. Посмотрите, пацаны. Что это вообще? Посмотрите статистику боя. Посмотрите статистику боя. Это вообще я никогда такого не видел. Просто мне нечего здесь сказать. Просто пиздец. Он вообще не попал по мне ударами. А я просто, я говорю, что я его изрубил. Следующий боец это Макс Холловый. Ударка 94, грэпплинг 88, выносливость 93, здоровье 93, ранг имеет он А+, стиль ударник. По перкам ставьте на паузу и изучайте. Все перки крутые. Идем дальше. По колонке стойки. Мощность, друзья, 90. Для этого веса слабовато, потому что тот же самый Альда имеет мощность 96. Конор Макгрегор имеет мощность, если я не ошибаюсь, 98. Или сколько она у него там, я не помню. Короче, все параметры у него здесь достойные. Но не хватает ему немного мощности, как и в реальной жизни. По партеру слабоват. По выносливости очень крутой боец. И по здоровью тоже крутой боец. Но силу корпуса ниже среднего 89 показателей. Итак. За кого я еще сегодня хочу сыграть? Блин, ну сыграю точно еще за... Камару Усмара, наверное, может сыграть. Потому что за Альда, вот за этих вот бойцов, я делал обзоры. Так. Опа, Артега. Делал обзоры недавно, то есть я за них играл. А вот за таких бойцов, как Макс, Мас, Видаль, Усман, я не дрался еще. Поехали. Так. Начинается с агрессии все от соперника. Попробуем как-нибудь его вырубить быстренько, да? Как за этого. Хотел меня взять тайский клинч. Пропускаем по корпусу очень много. Макс накидывает много прямых. И мы будем делать то же самое. Хорошо. Блок болевого приема у меня достойный, поэтому не будем бояться. В левую сторону. Он хочет меня на сухую, что ли, вздернуть? Или я не понял этого прикола? Право. Это типа у него какой-то скрипт или как он хочет? Нет, никакого скрипта у него нету. Я не знаю, на что он надеется. И все. Так, начались какие-то поддергивания. У меня даже ничего не тратится, посмотрите. У меня тратился блок. Меня взяли в тайский клинч просто. Ну, просто чувак решил взять меня в тайский клинч. Да, конечно. Я тоже буду туда брать без этого. Без каких-то фейков. И так далее. Парень просто борзеет. Ну, давай, я жду твоего перехода, братан. Хорош. Прикиньте, сколько мы ему сейчас блока сожрем. Ой-ой-ой. А почему не делает фейков? Зато он блокировать умеет, блин, болячки. Если он хоть раз меня там, ну, затащил бы на блокировку, то я бы сто процентов, сто процентов там отлетел бы. Потому что блокирует он очень достойно выход из болевого. Ну, наконец-то ты додумался, братан. У тебя блока вообще нету теперь. Готов размениваться. Бум! Чисто выстрел в Пятачье. Ну что, сейчас будет очень крутой второй раунд. Я думаю, мы сможем затащить этого оппонента. Глухим Ко. Он только что присел для того, чтобы уклониться от моих, наверное, прямых ударов или боковых. Но я хочу вырубить его вертушкой, потому что у Макса есть вертушка. Ебать, у меня там скорость. Что это? Как это происходит вообще? Это просто жесть. Ничего не делаем. Ничего не делаем. И встаем. Не знаю, на что он надеялся. Братан, просто отстань. Пацан, просто отстань. Просто отстань, понимаешь? Иди к Марку Ханту падай в ноги. Он ногти красит, бля. На, нахуй. На. На. Вертушка, блядь. На, ёпты. А-ха-ха. Опа. Немного подстриг. Колено в воздухе. Бам. Да ну, ну блин. Какой он только, сука, нудный, отвечает. Да отстань ты от меня. Я все это знаю. Как же он пытается, понимаете, сделать хоть что-то. Как у него это проходит, пацаны. Шоковая терапия сейчас происходит. Не, я очень его сильно похвалил. Очень сильно похвалил его, что он делает какие-то хорошие защиты. Я прямо его похвалил. Здесь просто не двигаемся, потому что Ортега снизу очень опасен. Я не понимаю, как у него тейки проходят. Просто, понимаете, они как, ну, как читерские какие-то для меня. Жесть. Судья, почему ты не поднимаешь нас? Давайте попробуем, когда он делает тейкдаун, а я при... А, он устал. Я приблизительно знаю. Сделать так, чтобы я его сломал коленкой. Почему? Вы видели, я коленкой замахивался. Вы видели, блядь, почему не получилось? Я еще не завтракал, сука. Я еще не завтракал. Короче, все. Я решил. В этом бою мне нужно поймать его на коленку, когда он делает тейкдаун. Это очень тяжело. Неплохо я здесь ему так засандалил. Сука, вот какой соперник попался, а. Реально, расплавленный гудрон, блядь. Каленка будет в ебало сейчас идти. Охуеть! Блядь, что это за дерьмо? Вот скажите. Ну, что это за дерьмо? Я подпрыгиваю. Почему так тяжело? Вы видите, что происходит? Это просто какое-то дерьмо происходит. Понимаете? То есть, такого не должно быть. Такого не должно быть, как сейчас было. Такого не должно быть, как сейчас было. Блядь. Пацаны, я просто оставлю этот бой без комментариев. Понимаете? Понимаете? Просто без комментариев. Каленка. Каленка. Пизда. Каленка. Каленка в воздухе. Фронт-кик. Каленка. 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 На нахуй! Стенец, сука. Бам! Блядь, разбудил жену сто процентов. Разбудил жену. Просто из чувака, понимаете? Если бы было возможно, я сделал бы бруталити. Он бы просто вот через эту сетку прошел бы как фарш. Прям туда забрызгал бы ноги вот этому оператору. Посмотрите. Бум! Почему я должен был его добивать? Почему? Блядь, от него по-любому уже дура с косой. Просто тупо отказывается после таких нокаутов. Но я обязан его добивать в этой игре. Почему? Вы прикалываетесь? Так, полусредний вес, друзья. Следующий боец у нас будет Камару Усман. Ударка 90. Грэпплинг 92. Выносливый 91. Здоровье 91. Один стиль грэпплер. По перкам, друзья. Все перки перед вами ставьте на паузу и изучайте. Два перка на тейкдаун, а один перк на стойку, типа на урон хуков. По колонке стойки все отлично. Ну как отлично? Здесь Стивен Томпсон есть, Ник Диас. То есть этот боец не такой крутой в анимациях и в приемах. По грэпплингу все круто. Только проведение болевого приема 86 и блок страдают. Все остальное хорошо. По вносливости круто. По здоровью тоже хорошо. Ну что? За Камару мы должны с вами бороться. Правильно? А что еще за него делать? По сути у него нету со стойки тайского клинча, к сожалению. Если бы он был, было бы очень хорошо. Ну что, друзья. Камару Усман против Колби Ковингона. Это, наверное, будет последний поединок в этом ролике. Не хочу затягивать. Ролян. Хочу, чтобы он был коротенький и интересный. Может быть, сделаю вторую часть. Вот. Там я поиграю за Волкановского и за, ну, какого-нибудь Альда. Там еще кого-нибудь прибавлю. Не знаю. Посмотрим. Так. Если нас будут бороть, мы не против. Опа. Сразу комбинация, которая очень интересная. У меня стойка у бойца лучше, чем у противника. Я сильнее бью. Хорош. Неплохо пока он меня придавливает. Смотрим, смотрим, что он может. Хорошо. Хорошо. Ну, неплохо пока соперник двигается. Я не знаю, какой бокс только у нашего бойца. Но пока мы хотим устроить трубку, как в реальной жизни. Пока я даже не знаю, устаю я или нет. Но он меня начинает коцать. Что я делаю? Вот это что такое, Антон? Хорошо, хорошо. Блин. Какой-то напряженный для меня соперник. У меня нет таких толчков. Зато у меня есть миддл кик, который очень хорошо войдет. По ребрам. Что? Куда я промахнулся только что? Ой, какой плохой раунд от меня. Нахуй! Подбородок. Так, пытается он контрить. Ну и что, браток? Закончим это дело в стойке. На! Охренеть! Он хотел меня поблагодарить за то, что я его не добил. И произошло то, что произошло. Это просто жуть вообще. Бум! Офигеть! Так, знаете, за кого я захотел сыграть? Вот за этого парня, который, ну, к сожалению, заболел коронавирусом. Дай бог ему здоровья. Бернс. Давайте за него сыграем. Все-таки предыдущий поединок был очень быстрый. Здесь, как мы видим, у нас хорошее качество соединения. Ранг Б. Это уже не АА+. Плюс, как предыдущие мои бойцы. Ударка 86. Грэпплинг 87. Вносливость 88. Здоровье 86. Короче, перки у него при проведении болевых приемов. Офигеть! Пятого уровня. Это сдавайся уже. Тудаист. Это при, короче, тейкдаунов. Тейкдаун нах. Наверное, так будет. Нах. Нах. По стойке. Все отвратительно. Вообще прям отвратительно. По... О! Проведение болевых приемов. 92, кстати, у него. Ну... Короче, вы все видите сами, пацаны. Это очень плохой боец. Я не знаю, что я смогу за него сделать. В этом весе. Конор Макгрегор. В этом весе. Хабиб Нурмагомедов. В этом весе. Рафаэль Досанис. Так далее и тому подобное. Короче. Тяжело будет очень играть. Но я буду пытаться делать все, что от меня возможно. Аха, щит! Дастин Порье. Ну что? У него хороший блок болевого приема. И у него очень сильная стойка. Давайте смотреть. Жестко! Очень жестко прессует он меня. Хорошо. Хорошо. Ой, как хорошо я сбил агрессию. Ё-моё, братан. Ты что, прикалываешься? Фронткик. Хренеть, у Бёрнса какие... Бёрнса какие бомбы. Ага, я мог его добивать, но я, блин, подумал, что анимация не та. Офигеть! Это что за скорость ударов? Блин, я хочу его вырубить в стойке прям, отвечаю. Я что-то прям завелся. Фронткик. 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 Ну да. Так. Прикиньте, как парень, да, вначале начал агрессировать, но потом понял, что против него псих. Не хочет вставать! Он не хочет вставать! Офигеть! У меня есть какие-нибудь локти? Нету локтей. Повернётся. Блядь, да ты прикалываешься. Ну вот так вот ролик получается. В конце соперник, я думал, блин, я прям поднапрёкся вначале, потому что он так хорошо начал давить, начал делать хорошие хомбы, но в конце он просто стал, понимаете, потому что, ну вот как-то у меня получилось, понимаете, получилось его передавить, и я начал, грубо говоря, нокаутировать его, ну то есть отправлять нокдаун, 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 и он потерял голову, и в конце концов он просто сдался. Ну что, дорогие друзья, не забывайте поддерживать эту тематику лайкосом, как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье кричайшего здоровья. С вами был Антон, всем всего хорошего, и до скорых встреч.